Вы знаете, я много проповедовал о единстве, и единство – это очень важная вещь, и в единстве есть, конечно же, определенная духовная сила. Но при этом я вам хочу сказать, что не всякое единство от Бога и не всякое разделение от дьявола. И есть такое единство, как я сказал, единство не от Бога. Может быть, вы слышали о таком явлении в животном мире, которое называется крысиный король. Слышали? Крысиный король. Сейчас как раз Рождество, щелкунчик, там, правда, был мышиный король, но все равно. Так вот, настоящий крысиный король, он совсем не такой, как в сказке щелкунчик, вот такой какой-то. Можно показать вот как раз картинку, картинка крысиного короля? Вот, посмотрите, это явление, которое встречается нечасто, но периодически на него наталкиваются. Когда, причем исследователи до сих пор не могут понять, по каким причинам, хвосты у крыс переплетаются, там как-то склеиваются, связываются в такой, видите, клубок, так, что они не могут освободиться. И таким образом крысиный король, это вот, иногда бывает несколько крыс, иногда даже бывает, доходит до нескольких десятков крыс, такое тоже было, да? Они оказываются намертво связаны друг с другом через хвосты, да? И поэтому, вроде бы, выглядит так, крысиный король. Но на самом деле крысиный король, это нечто такое ужасное и довольно-таки беспомощное. Если Библия говорит, один прогоняет тысячу, двое прогоняет тьму, то есть десять тысяч, то здесь один прогоняет тысячу, двое, даже сотни не могут прогнать. Почему? Потому что, естественно, такой крысиный король, он не может пролезть в большинство нор, он не может никуда проникнуть, он даже, по сути, нормально сам питаться этот крысиный король не может и кушает только то, что другие крысы принесут этому королю. Ну, а крысы-то не самые милосердные существа, поэтому жизнь крысиных королей обычно недолго. Их и находят чаще всего уже мертвыми, вот такими с переплетенными хвостами мертвые эти крысиные короли. То есть вот оно единство, да? Но я думаю, никто не хочет быть в таком единстве. Единство, которое нас не развивает, а наоборот нас только еще сильнее ограничивая, да? Не всякое единство от Бога и одновременно не всякое разделение от дьявола. Потому что сам Иисус говорит, что я принес не мир, но меч. И Он приходит, и Он разделяет. И мы очень часто, и вообще христиане часто говорят о том, что да, есть разделение. Мы говорим разделение. Но когда мы читаем Священное Писание, когда мы смотрим на жизнь, которая вокруг нас, то невольно понимаешь, что да, разделение есть. Только граница этого разделения проходит не там, где порой мы думали. Потому что мы чаще всего эту границу отделяющую, мы рисуем какой? Вокруг нашей церкви. Вот мы и вот мир. Вот разделены. Ну или вокруг евангельских церквей всех. Вот есть евангельские церкви. Вот там мир. Ну или вообще возьмем всю там христианство. Вот христианство. Вот отделенное. Те люди, которые посещают церковь. И вот мир. Другие люди. Вот такие мы рисуем границы. И мы часто в них верим. И мы считаем, что такие есть границы. Пока в жизни мы не столкнемся с ситуациями, когда вдруг начинаем замечать, что эти границы есть, но они лежат совершенно не там, где нам это раньше казалось. Вот пример православного русского философа Льва Корсавина. Можно его также фотографию показать? Вы знаете, этот русский философ, он не просто был православным, но он сильно критиковал католицизм. Причем никогда от своей критики не отказывался. И он, как многие верующие в свое время, оказался в ГУЛАГе. И там в ГУЛАГе он умирал. И перед смертью он, как христианин, должен был принять причастие. И там был католический священник. И был православный священник. Но православный священник там был замешан с администрацией, и он считался предателем. А католический – нет. И как вы думаете, Лев Корсавин у кого принял причастие? У человека, у священника своей конфессии? Или у этого еретика-католика? У католика. Это известный исторический факт. У католика. То есть, посмотрите, всю жизнь критиковал католичество. Но перед смертью в ГУЛАГе, когда ему нужно было приобщиться тело и крови Господа и Иисуса Христа, он предпочел это сделать у священника, с которым по убеждениям отличался, чем у того, который был из его конфессии. Потому что он увидел этот настоящий священник, а этот нет. То есть, что-то возникло более глубокое, чем какие-то наши конфессиональные убеждения. Понимаете? Что-то более глубокое. Еще тоже пример, который тоже я читал, он произошел в ГУЛАГе, когда один латыш, католический священник, латыш, встретился в ГУЛАГе со своим земляком, пожилым латышом, но который был уже протестантом. Он был из лютеранской конфессии. И вот этот латышский католический священник, он заметил, что вот этот старик, лютеранин, был уже близок к смерти, он уже умирал. И он тоже ему предложил, лютеранину принять причастие, на что лютеранин с радостью согласился. И вот католический священник предложил ему причастие, и перед причастием, как у них это заведено, он читал апостольский символ веры. Верую там, единого Господа, да? И там в этом, и причащающийся должен был отвечать верою. И там есть такие слова. Верую в единую католическую церковь. А они с латышом договорились, что латышу лютеранину не нужно будет становиться католиком. И он понял, что если он скажет верую, спросит его, веруешь ли в единую католическую церковь, то тот подумает, что тот его обращает, хитрый этот священник, в католики. И тогда он задал такой вопрос, веруешь ли в церковь, основанную Иисусом Христом? На что латыша один сказал верую и дал ему причастие. Причем вот этот католический священник, это не был какой-то либеральный, прогрессивный там какой-то, он наоборот был очень такой консервативный священник, придерживающийся вот догмата очень строго. Но как будто, знаете, в жизни возникают вот такие ситуации, когда ты понимаешь, есть что-то более глубокое, есть что-то более важное, чем то, как вот я понимаю какую-то доктрину, и как ты понимаешь какую-то доктрину, как я на это, как я на это смотрю, или как ты на это смотришь, как будто что-то есть, глубинное, есть глубинное. Что же это за глубинное? Я думаю, каждый из нас переживал это. Я, когда впервые, помню, читал Евангелие, меня так сильно коснулось. Вот этот рассказ о жизни Иисуса Христа, я тогда, мне было 17 лет, я впервые его читал, чем меня можно было увлечь? Какими-то доктринами, какими-то богословскими там догматами? Да нет. Меня пленило те слова, которые говорил Иисус, которые я мог понять о милости, о прощении, о любви, любви ко всем, в том числе и к врагам. И вот вдруг вот читаешь это и внутри себя ощущаешь такое родство с тем, о чем говорил Иисус, с тем, что Он проповедовал, что вот эта любовь Божья во время чтения Евангелия, оно просто пленило меня. И я думаю, что не только меня одного. Правда же? Что мы тогда? Много знали догматов? Что мы знали много доктрин? Чем там баптисты от писятников отличаются? Чем большого отличаются католики от лютеран? Да я не знал вообще ничего этого, когда впервые читал Евангелие. Но меня пленили слова Иисуса Христа о спасении, о любви, о милости, о прощении. Я смотрел на Его жизнь, как Он реально отдавал, раздавал свою жизнь другим людям. Это настолько было удивительно, что я читал и плакал. Особенно, конечно, когда читал о том, как Он был взят и распят на Голуговском кресте. Я думаю, многие из нас были пленены, когда мы читали эти страницы. Что нас так пленило? Любовь Божья нас так пленила. Любовь Божья пленила. Это наполнило нас и это благословило нас. Правда же, дорогие? Благословило нас. Это намного более глубже. Я хотел вам прочитать высказывание одного нашего российского культуролога, литературоведа, переводчика, библеиста Сергея Аверинцева. Вот однажды Сергей Аверинцев сказал такую вещь во время своего выступления. Дистанция между различными конфессиями и, возможно, религиями не столь категорично и абсолютно, как другое разделение, проходящее по всем конфессиям и религиям. Разделение между теми, которые придают своей вере истинно первостепенное значение и стараются жить по ней. И теми, которые хотели бы сделать из своей религии манипулятивную идеологию, например, в качестве национального символа. «Граница между теми, кто хранит верность и теми, кто предает ее, проходит поперек вероисповедальных границ». Видите, Аверинцев, он и говорит, что вот граница между теми, кто на самом деле верует, отдавая всю жизнь, и теми, кто верует для того, чтобы просто, знаете, манипулировать, иметь какую-то идеологию, использовать это как-то в своих целях, ну, вот как-то бабка, да, вот верую, чтобы получить власть над Богом, чтобы Он служил мне и был у меня на посылках. То есть тут как бы главный-то вот этот «я», и когда ты чувствуешь, что вот это «я» бессильно в своих попытках, то ты еще пытаешься и Бога привлечь, чтобы и Он тоже работал на тебя, и Он тоже был на твоей стороне и делал все то, что тебе надо. Таким образом, это вера, которая посвящает себя Богу, и вера, которая из Бога делает инструмент для себя, для своих желаний, для своих, для своих, для своих хотелок. Интересно, вот Сергей Аверинцев, после вот этих слов, он рассказал историю о своей знакомой православной христианке, которая жила в Санкт-Петербурге, и во время советского времени она ходила в церковь и верила в Бога, и ее гнобили, ее постоянно гнобили, ей не давали карьерный рост, не давали ей развитие, вот эти партийные всякие, тогда атеистическая идеология была, всякие чиновники не давали ей хода, тормозили ее везде. И вот потом случилась перестройка, и все изменилось, изменилось отношение к вере, и то, что раньше гнобили, теперь стали уже приветствовать. И эта женщина, она стала продолжать служить в церкви, а партийные эти боссы, они никуда не девались, никуда не исчезли, они только перекрасились, и теперь стали все верующими. И как-то вот этот, один из этих чиновников, который раньше гнобил ее за то, что она верит в Бога, за то, что она ходит в церковь, как-то вызвал ее, вот, и стал с ней разговаривать, говорит, а вот вы православная, вот вы православная, ваше православие правильное, ваше православие нормальное, или ненормальное? И эта женщина удивилась, говорит, вы все советское время гнобили меня за мою веру, а сейчас вы пытаетесь говорить, что вы более православный, чем я, что вы более верите в Бога, чем я. И этот чиновник сказал, потому что я вижу, что ваша вера ущербная. То есть, видите, либо человек прошел все гонения и верил в Бога, либо те люди, которые перекрасились просто. И Сергей Аверенцев говорит о том, как он встретился с одним известным генералом. И Аверенцев говорит, и этот генерал сказал, я, конечно, отъист и не верю в Бога. Но он такую вещь сказал, да? Конечно, я сам атеист, однако политическое будущее России неразрывно связано с православием и прибавил, мы, русские, с нами Бог. И вот, вы знаете, разделение, оно проходит посреди конфессий христианских, посреди церквей. Оно разделяет нас. В зависимости от того, что для тебя означает вера. Вера для тебя – это то, чему ты посвящаешь всю свою жизнь, то, к чему ты стремишься и идешь. Или для тебя вера – это просто инструмент, опять-таки, как вот для той бабки, для удовлетворения твоих желаний. И ты готов из самого Бога сделать инструмент, да, инструмент. И вот люди с этими раздутыми амбициями, люди с этими огромными своими, вот это, не восполненными этими желаниями, они готовы и Бога, и христианства, и вообще веру все это поставить на служение своим корыстным целям, своим эгоистическим желаниям. Ведь, как, например, было в Третьем Рейхе, во времена Гитлера, когда у них, все знают, да, на пряжках было написано «С нами Бог». Думаешь, вы что, какой с вами Бог? Вы идете, издеваетесь, насилуете, грабите, залазите в чужие страны, уничтожаете там людей, уничтожаете там города. И при этом у вас на ремнях написано с вами «Бог», при этом вы верите, что вы такая вот богоносная нация. Это, видите, вот до чего доходят этой амбиции безумной старухи, да, до чего доходят, это бывает доходит до политических размеров, до государственных размеров, когда люди не просто думают, что я иду свои похотливые плотские желания удовлетворять, а он себя чувствует каким-то вот ставленником Божьим, что он просто с Богом идет, он богоносец, и он воюет с там всяким демонизмом, сатанизмом, с нечистью поганой он воюет. То есть, не спрашивая у Бога, он просто сделал Бога одним из солдатов своей армии, который должен идти и должен сражаться и должен побеждать. Вот до чего доходят вот эти безумные желания человека владеть, владеть, пользоваться, манипулировать всем. Он настолько уже доходит до этого, что уже не ограничиваясь ничем земным, уже пытается духовность тоже на свою сторону взять. И между вот этим и духовностью, которая ищет Бога, огромная разница.